Ну вот, а теперь когда я посмотрел как все это выглядит на макете, я бы даже не сказал не на макете, а на эскизе, наконец-то я понял как это сделать. То есть начинается все это естественно так же как и в прошлый раз. Это у нас цилиндр. Конвертируется все это в поле сходу. Я делаю масштабирование вот этой штуки. Все нормально. Удаляю просто-напросто ее. Делаю коннект. Столько, сколько, сколько нужно. Допустим, вот так. На то, что получилось, навешаю модификатор, параметрический, shell. И говорю inner mount или outer mount, без разницы, сколько мне нужно. Можно поставить галочку straten corners, но это нас не спасает, видите, получается кривовато. Не вопрос. Можно поменьше, побольше, неважно, какая стена у вас. Не вопрос. Convert to editable poly. Ну вот немножко вопрос. Да, в данном случае получается не очень здорово. Потому что у нас вот эта часть не плоская. Ни в коем случае не надо пытаться буллином это отрезать и сделать что-нибудь вот такое необразимо красивое. Здесь проще все решается. Мы берем вот эти верхние полигоны. Находим. Выравнивание. Я специально не лезу туда, потому что в 2010 максе ребята делали. Поэтому make planar по Z. У нас получается верхняя часть планарная. Не совсем правильно. Я с вами полностью согласен. Это не совсем правильно. Получается, что нам нужно просто взять вот эти полигоны. Я как-то вот так это делаю, чтобы внешне и внешне, кстати, удобнее. Право абсолютно. Там через клеточку вот так вот понатыркал их, чтобы не выделять их там с контролом. Просто сейчас размножу выделение. То есть во всем есть свои недостатки. Вот у нас размножилось выделение. И еще раз grow. Снизу не очень хорошо получилось. Поэтому придется, видимо, с контролом зажать. И с shift сделать вот так. Не получилось не в ту сторону, а вот так. Тоже не получается. Но ничего тут не поделаешь. Никаких умных мыслей в голову не приходит. Просто приближаться с контрольчиком и все выбрать. Вот. Но почему получилось не очень правильно? Вот выравнивание, да? Ну, потому что ступеньки получатся кривые. Вот. И теперь внимательно. Ну, здесь можно прямо на глаз вот эту поднять. Вот. А теперь изнутри. Изнутри просто в клеточку. Так вот, в клеточку. Если еще при даче нужно какое-то пространство под этой лестницей. Мы это дело выбираем. Что-то здесь неправильно, да? Да. Вот так. Вот. И, найдя команду Extrude, запускаем ее по локальным нормалям. И она сходится вот таким вот образом. Насколько вы хотите этот Extrude сделать. Вот. Он идет вот так вот по локальным нормалям. Окей. Если посмотреть на все это сверху. Ну, да. Не совсем то, что нужно. В какой-то мере. Потому что получается, что вот из этих вот стен кривых получилась какая-то вот такая вот кривая, не менее кривая лестница. Вот. Причем хорошо видно, что она действительно кривая, потому что по нормалям у нас пошло не в ту сторону. Не страшно. Все это решается. Очень просто. Вот таким вот образом. Вот. Но опять же, если у вас вот такой вариант, вот такая вот лестница, о, это что такое, вот, то можно, в общем-то, воспользоваться и самым первым вариантом, который по этой самой. Просто расставить ступеньки по спирали. Вот и все. Здесь решить вот это вот то, что вот тут, теперь не так-то просто. Кстати, можно и буллианом. Чего бы и нет, цилиндром или конусом отрезать. Конусом нельзя, потому что получится именно то же самое. Но вот такие дела. Так что тут вариантов, на самом деле, масса.